всем привет привет как ваши дела как ваше настроение я здесь у вас все хорошо у нас вот не показывает мой компьютер сейчас 41 не так понимаю это в тени вот но мы радуемся радуемся жизни и в таком радостном состоянии с вентилятором под боком будем с вами сегодня рассматривать расклад в потоке и информация без вопроса посмотрим что нам скажут карты и я вам это передам работать буду на колоде терабулата для кого интересно у меня есть обзор на эту колоду в плейлисте обзоров то на мои колоды вот и также напоминаю что в описании под этим роликом есть ссылка который называется мои услуги нажимаете туда и первом обзорте абзаце есть ссылка на мой телеграм-канал кто не подписан подписывайтесь если вам интересно я там каждый день почти каждый день выкладываю новые расклады для меня любая работа на моем канале это действительно вклад души то есть я не делаю работу на халяву копы пейс да как обычно бывает в некоторых некоторых не во всех в некоторых телеграм-каналах да когда дублируется раскладность ютюба на телеграм я добросовестно работаю в телеграм-канале записываю расклад и некоторые расклады даже достаточно большие по объему поэтому они в аудио формате они видео потому что видео долго грузится то есть этот расклад может быть и на 45 минут до и глубокие расклады причем тематика заметьте ни на одном моем канале не повторяется у меня нету дублирующих раскладов над каждой темы я думаю то есть я работаю работа действительно с душой потому что мне нравится я люблю свое дело искренне люблю мне нравится даже невзирая на какие-то погодные условия когда еле-еле я свою тушку перетаскиваю из одного места на другое потому что таю вот невзирая на это я с огромным удовольствием делаю расклады потому что я люблю таро и мне нравится знания которые передаются через таро вот и также мне нравится делиться поэтому для меня телеграм-канал он не совсем такой традиционный в контексте таро там я передаю информацию знаете он как живой дневник вот если бы я вела дневник что в принципе я никогда не делал потому что мне не нравится вести дневники хотя я осознаю какая польза в том что ты записываешь свои мысли потому что у меня был такой период когда я записывала свои мысли кстати скажу одну такую вещь кто читал моносова вот бориса моносова он сильно действительно маг и я тоже с его творчеством познакомилась достаточно недавно хотя знала о нем давно но я такой человек у меня всегда свое время да то есть я должна прийти к чему-либо тогда когда я посчитаю то нужным они тогда когда это вот очень модно так вот там он как раз так я не помню в какой из книг его он говорит о том что память память наших прошлых в это воплощение личностей да она в принципе находится в нашем бессознательном и когда внутри нас происходит то есть активными то есть мы взаимодействуем с активными союзниками активные союзники это те наши личности то есть те наше прошлое воплощение когда человек физически умер но при этом энергетический объем который был дан ему на воплощение он не полностью исчерпан вот такая вот личность она называется союзниками она в принципе является активной то есть и активное это значит то что мы можем взаимодействовать с этой личностью а то есть нами самими только в другой одежде проще говоря и мы можем черпать знания о той личности то есть поэтому она является союзник она может нам помочь так как это тоже ну проще говоря частичка нас то есть мы сами только в прошлом воплощение так вот к чему я это говорила к тому что активные союзники они с нами разговаривают на протяжении всего нашего дня если они действительно активные потому что иногда голоса в нашей главе является признакам шизофрении а иногда диалоги внутри нас это не только диалоги с нашими бесами но и также можем может быть с нашими союзниками и я это говорила к тому что когда он не был период когда я записывала какие-то свои мысли не вела дневника просто записывала какие-то свои мысли через какой-то период времени когда я читала я удивлялась глубине и мудрости и у меня есть такой внутренний дела диалог иногда причем он меня всегда удивляет почему потому что я понимаю что это не мои мысли то есть я не на таком высоком духовном уровне до чтобы мыслить такими категориями и я понимаю что это является диалогом либо с моим союзником либо это скорее всего возможно кто-то из моих духовных наставников на тонком плане потому что это мысли очень мудры для меня и вот это как раз ки к тому что когда ты начинаешь что-то записывать да какие-то свои идеи какие-то мысли но помимо мудрости мы можем увидеть сколько всего интересного да нам передает наше бессознательное то есть так так тоже может с нами разговаривать наше бессознательное поэтому где у кого есть навык записывать записывайте так вот многие моменты как раз таки своем телеграм-канале я делюсь возможно это какие-то книги и это не обязательно про таро скорее всего про таро там только расклады все остальное это информация с которой мне хотелось бы поделиться с людьми иногда это могут быть конечно же какие-то ролики стек только веселые смешные а иногда какая-то информация на подумать часто бывает так что у меня есть определенные знания но для того чтобы их передать мне не хватает какого-то визуального ряда и когда я нахожу подтверждение тем или иным собственным знанием виде каких-либо роликов будь то на ютюбе будь то в тик токе и обязательно этим поделюсь и сопровождаю это не просто видео но и сопровождаю еще каким-то своими собственными комментариями все тоже является на самом деле кому-то может показаться что если там только три-четыре публикации в день это достаточно такая ну ничего страшно даже то увидели поделились но сколько времени уходит на то чтобы найти это подготовить написать то есть по сути я действительно вкладываюсь и я это делаю с душой вот но мое дело предложить ваше дело согласиться либо отказаться ладно я знаю что вы любите когда у меня такое игривое настроение и я осознанно себя так настраиваю на то чтобы сделать расклад записать позиции вы видите перед собой тайм-коды есть вот здесь где так мой палец вот вот здесь внизу есть линия воспроизведения ролика да и она делится на главы вот если вы наведете курсор либо сюда либо сюда либо сюда вы увидите первая вторая третья позиция это для тех кто не знает вот в принципе многие даже знают вот и еще одна такая пометочка прежде чем я начну расклад те из вас кто хочет прийти ко мне на личную консультацию то есть помимо близ консультации у меня есть личные консультации опять же таки по ссылке мои услуги переходите читаете весь текст я то есть прежде чем не написать на почту либо на telegram что я хочу личную консультацию прочитайте весь текст там написано что нужно сделать как я провожу то есть чтобы я не задавала вам лишних вопросов почему потому что оплата которая идет за консультацию найдет непосредственно за саму работу за сам расклад но сколько времени я трачу на то чтобы прийти к моменту записания это не оценивается поэтому я и написала текст что нужно как нужно подготовиться что нужно мне написать что нужно прислать опять же таки исходя из того что многие люди ходят по разным торологом как говорится у каждого дадика своя методика моя методика заключается в том что я торолог я делаю расклады на таро когда человек приходит ко мне мне не нужно не дата рождения потому что по датой рожде по дате рождения и времени люди как правило мастера составляет астрологические натальные карты я не занимаюсь астрологии поэтому мне ваша дата рождения не нужна и И мне также не нужна ваша фотография, по причине того, что я считываю информацию с общего информационного поля. Для кого-то это поле Акаши, для кого-то это общее бессознательное, неважно, как оно называется. Опять же таки, я не являюсь ясновидящей, для того, чтобы мне нужна была ваша фотография сонастроиться. Кто-то мне, очень часто, знаете, люди, которые не знают, они задают мне вопрос, а как же ты будешь считывать информацию, если тебе не нужны мои данные? Я вам скажу такую вещь. Когда человек вступает в контакт, взаимодействие с другим человеком, у них между ними создаётся общий информационный энергетический канал. И я не без вашей фотографии, без вашей даты рождения, места, времени и так далее, в момент, когда мы с вами взаимодействуем и общаемся, я уже сонастраиваюсь именно с вами. Поэтому иногда люди, неведущие, пугаются и говорят, ой, а как я пойму, что это ты делаешь для меня, вдруг ты меня обманешь. И недавно в Телеграме я как раз понимала в нашем чате эту тему. То есть насколько люди доверчивые ходят к мастерам, дают свои даты, дают свои фотографии, не задумываясь о последствиях, то есть что будет делать в дальнейшем этот мастер с вашими датами. К чему я это? Не к тому, что обязательно на вас будут делать магию, либо ещё что-то, хотя и такие варианты тоже могут быть, а в том, что когда вы идёте к какому-то мастеру, вы идёте и даёте согласие, негласное согласие. Приходя к мастеру, вы даёте своё согласие на взаимодействие с ним. И если мастер недобросовестный, а мы никто не знаем, насколько тот или иной человек добросовестный или нет, то есть вы не можете знать, есть ли у меня подселенцы, вы не можете знать, с кем я работаю на тонком плане, работаю ли или нет, если у меня там бесы, а там, не знаю, лярвы, либо ещё кто-то. Вы этого знать не можете. При взаимодействии с тем или иным мастером, давая согласие на работу с ним, вы открываете свой энергетический кокон, то есть давая согласие данному мастеру. И когда вы часто ходите от одного мастера к другому, вы энергетически становитесь грязными. И вы это ощущаете как некое такое истощение энергетическое, усталость, вялость и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, меня удивляет недоверчивость людей, да, что я не доверяю там мужчинам, как правило говорят, когда создаю отношения, меня там обидели, всё такое, я закрываюсь. Либо я закрыта от общения от других людей, я им не доверяю. А посмотреть ролики на ютюбе, послушать какие-то там лекции, да, человека, которого мы не знаем. Когда мы прослушиваем эти лекции, когда мы читаем книги тех или иных авторов, имейте в виду, что вы открываетесь, то есть вы неосознанно даёте согласие. И поэтому будьте внимательны и бдительны, с кем вы работаете. Просто у меня был недавно такой случай, когда человек, не понимая, как работает Таро, опять же таки, здесь нету вины человека, да, с точки зрения того, что он не обязан знать. Хотя, с другой стороны, ответственность как раз таки на вас лежит, потому что вы приходите к мастерам. Но опять же таки, ладно, опустим этот вопрос. Я хочу сказать о другом, что, как я и сказала в чате, мы находимся во времени мультиблендеров, да, то есть когда в принципе торолога, который действительно занимается исключительно Таро, их не так много. Как правило, зайдя на любой канал, вы видите, торолог, медиум, ведьма, там, я не знаю, делаю ритуалы, жгу свечи и так далее, и так далее, делаю астрологические карты и всему подобное. Я не против, да, я ещё раз говорю, я никогда в таких моментах не стараюсь быть категоричной. Я не против универсалов, как я их называю, то есть людей, которые занимаются многими делами одновременно, но я против того, когда нет информации к клиенту, то есть клиент приходит и начинает у него просить там дату, либо фотографию, и у клиента возникает ассоциация, что торологам это надо. Таро, запомните, торо нужна только колода и непосредственно сам торолог. Ни фотография, ни даты, это не нужно. Если нужна фотография, то это идёт какая-то сонастройка. Опять же таки, моё субъективное мнение, которое не есть истина, я всегда про это говорю, и вы это можете проверить. Если читать философию, которую я обожаю, то там поясняется чётко в текстах, кто такие ясновидящие. Как правило, это были люди высокого духовного порядка, этот навык не врождённый, он приобретённый, и нужно было многолетние практики для того, чтобы прийти к ясновидению. Но в любом случае ясновидящий это тот человек, который видит настоящее прошлое и будущее человека, мог с лёгкостью описать, во что одет человек, которому к нему пришёл, даже если он находится на расстоянии, мог рассказать абсолютно всех родственников этого человека о его друзьях, о друзьях друзей, при этом не используя ни фотографий, ничего. То есть, допустим, вы пришли ко мне, и я начинаю вам говорить информацию о вас самих, о ваших детях, о мужьях, жёнах, если есть, о внуках, о ваших друзьях, о характере ваших друзьях, чем он занимается, где он находится, о друзьях друзей, о их родственниках. То есть, нету ограничения в количестве полученной информации от людей, которые приходят. Вот этих людей действительно называли ясновидящими. То есть, одно само слово по себе говорит, человек ясно видит, у него нету преград. Когда человек даёт вам фотографию, ну здесь я, конечно, не буду сейчас высказывать свою точку зрения на этот счёт, но для меня, я бы такого человека не назвала ясновидящим. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, кому вы даёте согласие, кому вы ходите. И я бы сказала, вот своё недоверие, либо даже не то, что недоверие, недоверие – это неправильное слово, а именно внимательность к тому, с кем вы взаимодействуете. То есть, если вы идёте, например, к какому-то врачу, то как минимум вы собираете какую-то информацию об этом враче, сарафанное радио, как это было, что это было. И опять же-таки, могут быть какие-то врачебные ошибки. То есть, вам могут порекомендовать этого врача, вы пойдёте, вы будете неудовлетворены. То есть, здесь ваша ответственность, да, почему вы пошли к этому врачу, не потому что он вам накосячил, а почему вы, ваша ответственность. То есть, к каким-то моментам мы относимся ответственно, как, например, к врачам, куда мы пойдём. А к торологам, кого мы видим, с кем мы работаем, кому мы несём свои деньги, мы не относимся ответственно. То есть, я здесь не буду говорить про торологов, насколько они ответственны или нет, я обращаюсь к вам, да, то есть, будьте, пожалуйста, внимательны, берегите себя. Почему? Потому что, на самом деле, наш энергетический кокон, точно так же, как и наша кожа, они настолько могут нас защитить абсолютно от всего. Если бы мы меньше давали своё согласие на непонятные нам взаимодействия, как с людьми, так и с непонятными, не знаю, животными и так далее, и так далее в этом мире. Старайтесь быть чистыми, не загрязняйте себя, да, то есть, как минимум, не вредите сами себе. Так, вот такая речь была. А, и в контексте этой, как его, консультации, то есть, мне ничего не надо. Если вы задаётесь вопросом о том, что я хочу прийти, но я не знаю, как сформулировать вопрос, конечно же, я помогу, если вы мне пишете правильно и верно всю ситуацию, но на всякий случай для информации скажу. Есть плейлист, да, у меня есть на канале плейлисты, два плейлиста. Один называется «Расклады самопознания 2023 год», а другой с начала моего канала, по-моему, там с 2018 года, либо с 2019, либо с 2018. От вас что требуется? Нажать на этот плейлист и посмотреть заголовки. Я на такие разные темы делаю расклады, что вы обязательно найдёте нужный вам заголовок. Что вы можете сделать? Вы можете сделать, ну, зайти на этот расклад, который вам откликнется, в душе откликнется, и послушать, какие вопросы я там задаю в той или иной позиции. Можете их выписать, при том, прийти ко мне и сказать, вот, Елене, вот аналогичные вопросы. То есть, не обязательно такие аналогичные я под вас сформулирую. Либо вы услышали или говорите, вот я хочу вот этот расклад, сделай мне, пожалуйста, под меня. Я сделаю его лично для вас, ну, то есть, вопросы возьму оттуда и буду делать расклад для вас. То есть, я вам говорю, как можно упростить путь взаимодействия со мной. Потому что иногда приходят люди и говорят, а вот я не знаю, да, допустим, что-то ищу, я не знаю. И мне иногда хочется сказать, то есть, давайте мы потрудимся вместе, да, для решения вашей задачи. То есть, вы посмотрите, какие есть расклады, посмотрите, что вам откликается. Мне не важно, чтобы это был прям 100% такой расклад, но который бы вам откликался, чтобы я понимала, в каком направлении вас вести. Это как раз в контексте тех людей, которые не совсем понимают, что я хочу, да. Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. То есть, если вы не знаете, второе, это система ответов на вопросы. Это не вот именно в данном контексте, да, это, конечно же, магический инструмент, его используют и в ритуалах. Но в данном случае это инструмент ответов на вопросы. Если у вас нету вопроса, как я вам могу помочь, да, то есть, ну, какую информацию я вам буду передавать. Опять же таки, для того, чтобы сформулировать вопрос для вас, я должна четко понимать ситуацию. А очень часто сталкиваюсь с тем, что я хочу что-то, но я не понимаю, я запуталась. Как я могу распутать, если человек сам не понимает, чего он хочет. То есть, первично у вас хотя бы какое-то понимание должно быть. Так, я извиняюсь за такое большое вступление, но, как говорится, пользуюсь возможностью шансов. Говорю, да, то есть, я не всегда делаю такие вступления большие, но вот сегодня просто накопилась информация, и надо было ее сказать. Так, во время было предостаточно. Давайте приступим сразу. Позиция номер один. А, вам еще видно, да? Вот так, видно теперь камешки, не видно. Вот, позиция номер один. Голубенькие камешки. Какую информацию вам нужно знать сейчас? Император. Так, император, шестерка кубков и девятка кубков. Здесь как будто бы перепрелись по времени и прошлое, и настоящее в данный момент. Возможно, речь пойдет о том, насколько вам необходимо на данном этапе наполниться эмоционально. Ну-ка, я уточню, о чем нам говорит император. И, возможно, здесь для кого-то идет послание о том, что цикл с каким-то определенным человеком, императором, это не обязательно мужчина, это человек с такими характеристиками. Да, то есть это может быть даже и женщина с такими жесткими характеристиками. Стоит точка, ой, поставлена точка. Поставлена точка, но что-то мне говорит о том, что велика вероятность, я не знаю на сколько процентов, что этот человек объявится. Причем этот человек объявится не для того, чтобы как-то с вами возобновить отношения, а потому что этот человек на данном этапе обесточен энергетически. Он хочет возврата, возврата к вам, либо ваше взаимодействие, которое было с ним, для получения каких-то собственных удовольствий и наслаждения. То есть что аркан высшего суда, что шестерка кубков говорит о прошлом, о возврате прошлого. Да, есть какие-то трудности, обязательства. Вот мне хочется все-таки здесь сказать, что речь идет не о вас, а здесь речь пойдет об этом человеке. То есть у этого человека, может быть, есть какие-то финансовые трудности, либо, опять же таки, вы являлись донором энергетическим для этого человека. И в силу того, что произошел разрыв, то есть нету сейчас общения с этим человеком, есть необходимость в большей степени с его стороны прийти и наполниться. То есть получить удовольствие. Да. Для кого-то этот человек как будто бы действительно сделал работу над собой, как-то переосознал важность вас в его жизни. Но окончательного решения этот человек как будто бы не принял. Не принял. Но у него есть желание заново как-то возобновить ваши взаимоотношения. Да, он готов по-новому. Да. То есть информация в первой позиции идет о каком-то человеке, который хочет вернуться для того, чтобы возобновить ваши взаимоотношения. Но здесь с одной стороны, смотрите, здесь какая-то двойственная энергия. То есть либо человек занимается каким-то самообманом, да, говоря о себе о том, что я как-то переосмыслил, переоценил твою роль в моей жизни, да, и хочу как-то заново начать. Общение. Это может быть общение, это может быть дружба, тандем. То есть это, еще раз скажу, это не обязательно любовная сфера, это может быть и профессиональная. Может быть предложение восстановления вас на прежнем месте работы. Но девятка кубков меня смущает во всей этой истории. Почему? Потому что девятка это все-таки достаточно эгоистичная карта, когда человек получает удовольствие для себя. То есть он как будто бы понял, что вы значите для него, но и хочет вернуться, чтобы заново было ему хорошо в первую очередь. То есть здесь человек не готов что-то вам отдавать. Но при этом он чувствует такую же связь между вами, как и вы. То есть, возможно, отношения-то нету, но какое-то вот телепатическое что ли влияние друг на друга, оно присутствует по двойке кубков. Почему? Потому что человек вас ощущает близким по духу к себе человека. То есть вот вы как будто бы, находясь рядом с этим человеком, вы являетесь очень, как это сказать, персонажем, похожим на него. Вот что-то общее есть. И здесь я не имею в виду общее, как-то вот люди, может быть, проживали, да, либо как-то общались. Здесь, нет, здесь не об этом, здесь вот именно по духу. То есть именно в вас этот человек видит что-то такое родное, свое. И при этом он хочет как раз-таки прийти для того, чтобы получить вот этот вот ресурс от вас. Для чего вам эта информация сейчас? Как возможность исцелиться? От чего? От какого-то конфликта, да, либо ссоры, которая здесь между вами произошла. То есть здесь может быть какое-то предательство, подстава какая-то, да, допустим, если это связано с работой. Это может быть какое-то оскорбление, нечестный поступок по отношению к вам. Да, здесь человек хочет поставить точку, хочет поставить точку, прояснить эту ситуацию. А прояснили ли вы ее для себя? Да, ну вы тоже не прояснили почему, потому что здесь идет четверка кубков, то есть вот вы как будто бы зависли, зависли в каком-то, да, моменте. Видимо, вам было очень больно. Очень больно, почему? Потому что пятерка педаклей говорит о человеке, который вкладывался, вот, но не получал должного, должной отдачи. То есть вот в этом взаимодействии не было взаимности. При всем вот этом вот ощущении, да, в большей степени со стороны этого партнера, да, с этого человека, не столь с вашей, хотя такое тоже есть, что вот он ощущал вас своим по духу, как единомышленником, что ли, ну, то есть родной душой, да, похожей на него. При всем этом вы вкладывались в это взаимодействие с человеком больше, и вы не получали взаимности. Так, то есть человек придет для того, чтобы эта ссора, конфликт пришли к завершению, да, пришли к завершению. Вот над ней у меня туз кубков. И он хочет возобновления. С какой целью? С какой целью? Нету цели. Человек не хочет развития, цели нет. Поэтому я сказала, все-таки вот эта вот девятка кубков, такая достаточно эгоистичная. Дай мне то, что у меня было когда-то. С какой целью человек придет? Ну, вот твойка кубков опять. Видите, желание взаимодействия, партнерство, союза. А почему тогда нету развития? Я не понимаю. То есть я хочу восстановить с тобой дружбу, да, допустим, общение заново. Но я не хочу развития. А что ты хочешь? Ну, хочет человек действительно что-то такое стабильное. Но я не понимаю, почему нету развития. То есть человек не видит этого развития? А, есть какие-то преграды, есть какие-то преграды, есть какие-то внешние факторы, которые не позволяют человеку развивать с вами взаимодействие, ну, общение. Что это за преграды? Ну, посмотрите, для кого-то это может быть дети, если это там мужчина, женщина, да, какие-то дети. А для кого-то какая-то незрелость непосредственно самого человека. Да. Ну, потому что человек является манипулятором. Знаете, вот я говорю, здесь такая энергия человека, я хочу получить то, что я хочу, и хочу как-то на своих условиях. Готов ли он договариваться с вами на ваших условиях? Я бы сказала, что нет, да, по семерке Пендакли. Почему? Ирофант и Отшельник и Паша Мечей. Потому что, опять же, видите, здесь человек достаточно категоричный. У нас там ирофант вот выпадал внизу, да. Человек достаточно категоричный. У него, понимаете, это склад его ума, да. То есть здесь человек такой, что я знаю, как правильно именно для меня. То есть вот он ставит себя на первое место. И он не готов идти на уступки. То ли не умеет, да. То есть такой формат тоже может быть. Но здесь человек как будто бы закрывается. Да, то есть я хочу, я тебе делаю предложение, но если ты не согласишься, да, то я закрываю. Здесь как будто бы подсказка вам идет о том, что вам нужно слушать вашу интуицию. Вам нужно слушать вашу интуицию. Видите, королева сосудов и верховная жрица. Здесь нету правильного, верного ответа. Почему? Потому что у нас вообще выпало две двойки кубков, да. То есть здесь и с вашей стороны тоже есть. Есть интерес к этому человеку, да. Вам так же хорошо, как и ему. Ему в большей степени. Вам в меньшей степени. Но вам, ну, обоим вместе хорошо. Но вам нужно слушать вашу интуицию. То есть здесь как будто бы, понимаете, не нужно, не то чтобы не нужно сдаваться, да, легко, а здесь как будто бы нужна какая-то информация о том, а нужны ли вам, нужно ли вам это взаимодействие или нет. Потому что есть что-то тайное, что скрыто, да. Король сосудов. Здесь, во-первых, необходим честный разговор, да. Какая-то прямолинейность, открытость. То есть здесь не должно быть недосказанности. Здесь не должно быть тайн. Здесь вот та причина, по которой человек не может с вами взаимодействовать, да, развивать отношения. Вот вам ее нужно прояснить. Потому что для кого-то это действительно есть какие-то внешние факторы, что нам здесь восьмерка сосудов говорила, да. Действительно есть какие-то внешние факторы, которые не дают человеку. Ну, то есть обязательства какие-то. Есть ограничения, действительно они присутствуют. А для кого-то эти ограничения, возможно, в характере человека. И здесь, быть может, от вас, ваше решение, да, от вас зависит. Либо вы сломаете в кавычках этого человека, то есть покажете, что нельзя быть настолько эгоистичным. Почему? Потому что, ну, в двойках кубков, да, оба танцуют танго. Не только один человек. Оба должны идти на уступки. А вы и так уже шли во многом, да, вот здесь вот вкладывались очень много в эти взаимоотношения. Здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы обломать должны этого человека. Обломать в контексте чего? Не оскорбить, а показать, что ты знаешь, я тоже себя люблю, я тоже себя уважаю. И так же, как и ты, я тоже хочу, чтобы было по-моему. Поэтому по-моему, по-твоему, мы не придем ни к какой договоренности. Мы должны оба сделать какие-то уступки, если мы хотим действительно быть. Но здесь вот будет зависеть от королевы жезла. Здесь, скорее всего, от женщины будет зависеть решение. Потому что у женщины здесь разбито сердце. И женщине здесь сделали больно. То есть не другой человек, а вот именно вам. То есть даже, допустим, если это дружба между двух женщин, то, скорее всего, вам нанесли удар. С вами как будто бы поступили несправедливо. Я так понимаю, что эта информация нужна, так как это случится. Я не буду смотреть, когда. Когда случится, тогда и вовремя. Чтобы вы заранее поняли для себя, готовы ли вы заново возобновлять отношения с этим человеком. Если у вас готовность, на данном этапе вы достаточно холодны. То есть вы в своей голове держите дистанцию и хотели бы отрезать эти отношения. Но вот видите, Луна говорит о том, что на 100% я не могу быть уверенной. Я не понимаю. Есть, вот видите, рыцарь мечей говорит о том, что нужно прояснить. Здесь причина в этом. Нужно прояснить ситуацию. То есть здесь необходим диалог искренний. Готов ли этот человек искренне с вами взаимодействовать, общаться? Велика вероятность, что да. Восьмерка сосудов говорит об единении. То есть объединении всех частей человека. Ну то есть нету разногласия внутри человека. Он чувствует какое-то единение. В том числе и единение с вами. То есть человек идет на примирение. У него есть готовность. Будет ли он открываться вам и говорить? Ну нет. Открываться не будет, потому что аркан эгоизма говорит о том, что человеку, понимаете, причина. Здесь всей этой ситуации заключается в характере этого человека. Он не умеет. То есть здесь либо по-моему, да, либо вообще никак. Ему еще плюс ко всему, знаете, он придет, и вам, и ему будет сложное. То есть то, что он пришел, это уже большой знак. То есть если бы это был какой-то другой человек, то он бы не пошел. Вот идя к вам, и просто он чувствует в вас что-то родное. И вот то, что он возвращается, это уже он переступает через себя, через эгоизм, то есть показывая вам, что да, я хочу. То есть слишком много требовать от этого человека, это и не получится, потому что он опять закрывается. Здесь сложная личность. Здесь сложный характер этого человека. Сложный. Вот видите, говорю сложно. Здесь дьявол. Но человек вам привязан. Причем, знаете, здесь действительно кармические взаимоотношения не потому что вот мне нравится говорить это, а почему? Потому что здесь вот вам настолько хорошо вдвоем, когда вы вместе общаетесь, да, опять же таки, будь то дружба, будь то это даже ваш начальник, то есть вы настолько находите общий язык, но вот если бы не характер этого человека, потому что вы у меня выходите более мягкий, более покладистый характер другого человека, о котором мы здесь рассматриваем, он действительно такой, знаете, убежденный в своей правоте, но иногда же в некоторой степени такой твердолубый, что если на него давить, он закрывается и все, ему никто не нужен, и забыл он вообще и о том, кто вы и насколько вы ему нужны, здесь нужно найти подход. Опять же таки, когда мы ищем подход, я понимаю, что это сложно, да, здесь пятерка педакли, говорят опять, надо мне, да, как-то прогибаться про этого человека, под этого человека, но если такое случается, здесь скорее всего в этом есть ваш урок. Давайте посмотрим, в чем ваш урок с этим человеком. Ну, король кубков. Как бы я не хотела сказать, что здесь профессиональных здесь отношений точно нет. Дружески, да, возможно, то есть дружба между людьми, но скорее всего любовные, то есть здесь вы как будто бы учите друг друга любви, и понимаете, для того, чтобы научиться, научиться быть искренними, научиться быть открытыми, доверять друг другу, но вы здесь не доверяете друг другу, скорее всего он вам не доверяет в большей степени, вы ему доверяете чуть больше, хоть вам и больнее, просто вы проработаны в этом аспекте. Но ваш урок, он заключается вот именно в чувственном аспекте, что здесь с чувственным аспекте. А вы друг друга как будто бы шлифуете, шлифуете характер друг друга через любовь, то есть понимаете, вас так это связали двух людей, я не знаю, там, волка и какую-нибудь дикую кошку, да, которые друг друга в принципе ненавидят априори, да, и получается так, что вот надо как-то ужиться друг с другом. И вот кто сломается быстрее, да, то есть здесь идет какая-то негласная борьба, но при этом есть какая-то связь между вами, как этот мультик был, дурной мультик, как он, кота-собака, или собака-кот, ну то есть помните, да, там одна часть была кошка, а другая собака. Вот здесь примерно так, то есть вы соединены, разделиться не можете, но и вместе не можете, то есть ни порозе, ни вместе. Скорее всего, когда развяжется этот узел, королева педакли, когда вы научитесь ценить друг друга, когда научитесь заботиться искренне друг о друге, и когда научитесь выстраивать правильно границы, ну и велика вероятность, что можете пойти по жизни вместе. Пятерка сосудов, здесь вам нужно, как раз вы прорабатываете вот это вот недоверие своих каких-то внутренних демонов, вы лечитесь друг об друга, то есть я не знаю, как так можно, да, здесь вот прям такая борьба какая-то идет, столько много страсти, столько много огня и одновременно противоположные энергии кубков, то есть эмоции, но вы друг друга, как это, знаете, некий такой садамаза, да, то есть я люблю и ненавижу одновременно, да, и вот именно вот через эти чувства вы друг друга как-то прорабатываете. Так, это была первая позиция. Сегодня я не знаю, сколько часов я буду грузить этот ролик, да, там полжизни я разговаривала, болталка, потом первая позиция была большая, у нас еще две предстоят. Ну, как говорится, хорошее настроение. Разве не бывает больших роликов на ютюбе у торологов? Бывает. Ну, так, главное, чтобы у вас было терпение это все слушать. Так, убираем. Позиция номер два, красненький камешек, двоечки. Приветствую вас. Наверное, самые терпеливые будут тройки, потому что они в конце, еще и болталку, и это. Я иногда думаю за людей, и это не есть хорошо. переживаю. Так, о чем нам сегодня скажет поток двойки? Семерка педакли, лево мечей, король сосудов. Так, я не совсем поняла, но будем сейчас смотреть. О чем говорит семерка педакли? Вот такое ощущение, что вы как будто вы ждете какого-то чуда. Ждете какого-то чуда. Здесь про ожидание пойдет однозначно. Ожидание какого-то очищения. Не знаю, может быть кто-то действительно ритуал очищения проводил и ждет результата, да, как все пошло. Но здесь как будто бы человек вкладывается, здесь ждете результат. Результат может быть, допустим, от шестерка сосудов в этой колоде. Она говорит как раз таки про некий инсайт, про некое такое озарение, которое происходит у человека, через омовение. Здесь еще король кубков у нас выпадает. Здесь какое-то ощущение, осознание, какой-то инсайт должен произойти. я не понимаю, чего вы здесь ждете. Да, какого-то решения, то есть здесь речь по королю мечей идет о результате либо о принятии какого-то решения. О чем нам говорит королева мечей? О переменах, да, вот вы мечтаете. Скорее всего, вот вы ждете, да, что что-то произойдет в вашей жизни, возможно, вы вкладывались. Это не что-то должно прийти как мана небесная, это то, во что вы вкладывались, долгое время над этим работали и вот вы как будто вы ждете этого результата. Потому что этот результат важен, он принесет какие-то перемены в вашей жизни. Аркан мира, видите, что-то завершит. То есть, ну, элементарно, если мы говорим на бытовом уровне, может быть, сдавали куда-то документы, да, подавали на что-то документы и ждете решения. То есть, решится какая-то задача, у вас откроются дороги. То есть, здесь перемены будут достаточно серьезные. То есть, это не значит, что там я помедитировал, да, и у меня там открывается третий глаз, хотя это тоже является переменой. Нет, здесь какая-то другая, ну, глобальная, однозначно глобальная перемена, либо она идет за делом на будущее, вот прям как на какой-то большой период. Здесь мне идут по штабу и большой период времени. О чем нам говорит король сосудов? Дьявол, да? Прямолинейность, решительность у нас проходит по королю сосудов и дьявол. Какая-то привязка. То есть, здесь желание получить изобилие. То есть, человек как будто бы стремится к улучшению качества жизни. Здесь речь идет о каком-то решительном настрое вашем на жизнь. То есть, здесь человек как будто бы принял какие-то достаточно серьезные решения. и он ждет результата ответа на это решение. Ну и какой результат будет? Ирафант. Верховный жриц. Смотрите, напрямую нету ответа, да, то есть, будет ли это позитивно или нет. Будет то, что, я все же склоняюсь, что это будет позитивный ответ, но пока на 100% сказать, что вот окончательно принятого решения нет. есть вероятность того, что ответ будет положительный, но есть еще какие-то, знаете, составляющие, которые не совсем понятны. Допустим, опять-таки, в контексте документов возможно вам потребуются еще какие-то дополнительные документы, вас попросят, то есть, принесите. Здесь нету окончательного вот вы сдали документы, ждете ответ. Нет, здесь еще как будто бы есть что-то непроясненное, да, есть какое-то двойное дно. Как будто бы идет недостаток какой-то информации. Какой информации вам еще здесь не хватает? Ну, движение какого-то, да, движение, движение, движение в позитивную сторону, либо движение как-то к деньгам. Может быть, кому-то не хватает действительно каких-то знаний, может быть, кому-то не хватает наставника, учителя для того, чтобы как-то изменить свою жизнь. Но здесь есть желание у человека действительно кардинально изменить свою жизнь. То есть, такие перемены не идут каждый день. Такие перемены бывают раз-два в жизни. Но вы к ним готовы. Для чего нам эта информация? Для чего вам ее передают? Шестерка кубков? Для того, чтобы прояснить как-то ваше прошлое. Что есть в этом прошлом, что нужно прояснить? Императрица. Для того, чтобы, знаете, здесь как будто бы вам вас поддержать, сказать, что вы уже много вложились и теперь осталось как будто бы подождать еще немножко. И вы вот придете в десятки кубков. А пока не нужно суетиться над этим вопросом, нужно просто как-то наполнять себя ресурсами, как-то переключиться на что-то другое. Не включайте никаких разочарований, каких-то обманов. то есть здесь не нужно думать в негативном ключе, а наоборот как будто бы нужно довериться пространству и пространство развернет вам то, что вы хотите. Вы это получите. А почему вы это получите? Ну, потому что пришло вам время идти дальше, развиваться. Вот здесь еще один дьявол выпал на вас. Почему? Потому что сейчас вы каким-то образом наполняетесь, то есть у вас очень много энергии. И вот на этой волне наполненности вас ресурсами вас выбросят как будто бы на другой уровень, туда, куда вы хотите попасть. То есть раньше у вас как будто бы не было ресурсов, не было энергии, а сейчас у вас ее очень много. И есть готовность, ну, то есть хватает сил для того, чтобы двигаться дальше. Да, четверка мечей, для того, чтобы выйти вот из этого застоя. Ну, то есть время пришло. Поэтому здесь информация двоечки о том, что если вы переживаете получится и не получится, что-то, что связанное с перспективами в будущем, очень большая велика вероятность, что получится, но все равно нужно еще подождать. Есть еще что-то, что нужно доделать. Как говорится, съели слона, остался хвост. Но этот хвост, его очень долго есть, да? Да. Ну, вот такая информация. Больше здесь нету чего-то такого, что нужно было бы вам знать. Двойки всегда почему-то, не знаю, и не только у меня, всегда по времени идут меньше. Меши иногда бывает дискомфортно в контексте того, что, блин, как несправедливо, да? По первой позиции или там по третьей говорю, много, а двойкам нет. Ну, так выходит, я это делаю не специально. Так, позиция номер три. Дождались троечки? Я рада. Я сама переживаю. Смотрим сегодня ваш поток. Что нам хотят сказать? Что нам хотят сказать на ваш счет тройки? О чем пойдет речь? О чем пойдет сегодня речь? Аркан мира. Начинаем хорошо. Ну, что, погнали, да? Куда-то едем. Куда-то едем. Куда-то мы едем. Мы едем в глубины нашего бессознательного. Мы хотим узнать что-то, что скрыто от нас на данном этапе. Причем глубоко внутри нас. Что это такое, что скрыто? Наше счастье. Мы хотим узнать, как нам стать счастливыми. Прямо здесь есть готовность, да? Я готова получать всю необходимую для меня информацию для того, чтобы стать наконец-таки счастливой. Видите, здесь у человека вообще, даже если у вас бы и не было готовности, время пришло. Здесь тоже как очень похоже на вторую позицию, только немножко в другом контексте. Здесь пришло время завершения какого-то цикла. Что начинается? Аркан смерти. Смотрите, какое-то движение, да? То есть карта показывает о том, что идет завершение, но не показывает, куда вы идете. Смотрите, аркан мира, аркан суда, смерть, восьмерка кубков, десятка мечей. Все говорят о том, что что-то завершился, причем большой этап вашей жизни. Здесь вы от чего-то освободились, но куда же вы идете все же, мне покажите, мне интересно, куда вы идете, шестерка жезда, движетесь, не показывает к чему, хорошо, спрошу, к чему вы идете. Не к чему, а от чего, то есть вы уходите от прошлого, от какого прошлого вы уходите, своих каких-то страхов, от своих страхов, от теневых аспектов, то есть здесь я так понимаю, что человеку, человек задолбался бояться, человек задолбался, сомневаться в каком-то своем прошлом, да, и сталкиваться бесконечно со своими тенями, он принял окончательное решение, то, что я готов идти, то есть знаете, как будто бы упал на самое дно и уже хуже и ниже некуда, поэтому надо встать и идти дальше, то есть вот все, что можно было отсрочить, все, что можно было перенести, уже все сделано, результата нет, да, то есть как бы ты ни крутил, ни верти, вот все уже, нету, то есть все исчерпаны, вот именно все абсолютно возможности, шансы не двигаться вперед, они исчерпаны, то есть у вас сама судьба и вы знаете, как иногда бывает такое состояние, когда ноешь, 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 не потому, что у тебя такого характера, ну потому, что, ну блин, такие обстоятельства, да, либо когда у человека какие-то физические боли, да, и человек уже устает от своего собственного нытья, и он говорит, я сам от себя уже устал, вот здесь такой момент, я сам устала, либо сама устала от себя, устала бояться, устала как-то только думать о будущем, но не идти в него, то есть уже плюну, уже, уже пускай будет как попало, лишь бы оно было, да, то есть здесь человек уже согласен на любой результат, на любой результат, вот выпадает по шкупкам, для чего вам эта информация, у вас открылись двери, вы идете в будущее, для чего, для того, чтобы вы как-то подбодрились и увидели, что в будущем вас ожидает изобилие, здесь, знаете, человек как будто бы смирился в контексте я принял поражение, обычно смирение, это когда с миром в душе, а здесь нету мира в душе, то есть здесь человек не принял что-то, а он просто смирился, он сдался, и вот это вот я сдался, оно открывает новый виток вашей жизни развития, причем развития достаточно изобильного и гармоничного, я бы так сказала, здесь такое ощущение, когда человек был связан, знаете, по рукам, по ногам, и он как будто бы начинает дергаться, да, чтобы его высвободили, и тут у него, значит, кляп во рту, руки-ноги связаны, он там дергается, дергается, да, как-то сопротивляется, и сидит, значит, другой человек, который его связал и ждет, вот когда ты успокоишься, ну, то есть ты понимаешь, что ты в безвыходном положении только тратишь энергию, человек все никак не может смириться, вот он все дергается, вдруг получится как-то развязаться и все такое, в какой-то момент он устает и так это, перестает, перестает совершать ненужные телодвижения, и тот, кто его связал, говорит, ну вот, теперь ты успокоился, теперь мы можем с тобой спокойно поговорить, я вытащу кляп из твоего рта, и ты меня наконец-таки услышишь, что я хочу тебе сказать, потому что до этого человек вот как-то был, знаете, в какой-то обороне, не хочу, не хочу, как-то вот сопротивлялся, а тут как-то силы закончились, ну подустал человек, вот, и он готов услышать, что ему скажут, так что ему хочет сказать Вселенная, ту скупку, что открывается новый источник возможностей, открываются новые дороги, здесь нужно будет выбирать человеку, принимать какое-то решение, решительное, скорее всего, касательно того, куда мы идем, но и здесь у нас тоже дьявол выпал, во всех трех позициях выпадал дьявол, то есть сейчас вам дается возможность, возможно, впервые, да, отрезать какие-то привязки, которые у вас были, какие-то каналы энергетические, связанные либо с людьми, либо как-то с вашим прошлым, может быть, с каким-то местом, что, привязка к чему, к привязку к королю Педакли, то есть к комфорту, стабильности, изобилию, то есть человек здесь как-то, вы знаете, жаждал этот материальный мир и в конечном итоге он понял, что, блин, зачем бы я не гнался, я все равно это не получаю, ну давай попробуем другим путем пойдем, то есть тем, которым вам предлагали. Какой вам путь предлагали ранее по Аркану Императора, да, путь достаточно ответственный, серьезный, который приведет вас к королеве Педакли, да, это не король Педакли, активный, да, но он приведет к королеве Педакли, к пассивной, да, то есть к какому-то пассивному доходу. Здесь энергии просто немножко другие. Вы получите то, что вы хотели, но немножко по-другому. Как именно? Шестерка кубков. Как-то через, либо через друзей, либо как-то через прошлое. через то, что у вас откроется как-то второе дыхание. Здесь вы в чем-то победили себя. Вы пришли наконец-таки к единению. То есть вы поняли, что нет смысла бороться с самим собой. И вот как только я говорю, вы сдались, не примирились, а сдались, потому что вам предлагали перемирие, но вы не соглашались. Поэтому вам дали время помучиться и сказали, вот как выдохнешься, когда мы придем и заново поговорим. И вот сейчас наступил такой момент, и вы согласились. То есть если не получается, по-моему, ну ладно, хоть давай я попробую по-твоему. Здесь такой аспект. Что-то вы здесь пересмотрели. Именно поэтому вы сдались. Что именно вы здесь пересмотрели? Свою позицию пассивности. Что возможно вот в этой пассивности пассивность не в контексте продвижения, а в контексте того, что я не могу найти решение, что я не всезнающая, что возможно есть кто-то другой, кто знает лучше меня. Давай я послушаю. Давай я посмотрю, как это можно будет реализовать в жизни. Возможно здесь было какое-то предложение, если речь шла о каком-то тандеме, вы как-то отказывались, то в конечном итоге вы согласитесь. Здесь до этого был момент разделения, то есть вы разделяли себя, а сейчас наступает момент как раз-таки соединения, объединения, момента единства, то есть вам показывают противоположную сторону. Ту, здесь так интересно, ту сторону, от которой когда-то вы отказывались, через какой-то период времени, когда вы проживете эту противоположность, вы ее примете и поймете, что насколько, что вы теряли, насколько много, скорее всего, вы теряли, что ранее вы не принимали. Всему свое время. Всему свое время. К чему вас привезет? Ну вот к двойке кубков. Видите, к единению. к энергиям единства. То есть ваше послание сейчас говорит о том, что то, что с вами происходит, вот у нас начался как раз таки с аркана мира, да, аркан мира говорит соединение двух противоположных сил, активный и пассивный, то есть человек соединяется с миром, человек осознает, что мир, пространство является продолжением его самого, что нету ограничения, что да, с точки зрения ума есть я, есть другие люди, то есть мы противопоставляем себя другим людям, мы противопоставляем себя миру, но по факту мы все едины, так как нами движет энергия, то есть мы являемся той самой энергией, которая есть во всем, в этом мире, то есть здесь как раз таки идет понимание того, насколько выгодно быть в каком-то тандеме, в каком-то союзе, то есть насколько вместе сообща выгоднее идти к цели, чем в одиночку, это если внешний мир, а если внутренний мир, у человека здесь пришло понимание, что наконец-таки возможно ум сдается, и происходит вот это соединение ума и сердца, то есть вы придете к единению, к балансу, да, и у вас откроются новые дороги, перемены, перемены, а для кого-то если это касается личной жизни, то здесь как будто бы идет союз из прошлого, то есть возвращение каких-то там прошлых персонажей, и у вас велика вероятность то, что вы сопротивлялись и говорили, я не хочу впустить этого человека в свою жизнь, вы соединитесь и встанете заново снова в союз, то есть здесь идет возврат возможно у кого-то человека из прошлого, для кого-то, да, если это касается личной жизни, вот такая у меня была и третья позиция, сегодня поток нам в первой, в третьей позиции рассказывал про личную жизнь, да, в третьей частично, в первой полностью, такой интересный поток был, по крайней мере для меня, я благодарю вас за внимание, на всякий случай говорю, что если вдруг будет закрытый, проснетесь одним утром и увидите, что будут закрыты комментарии, то это не я закрываю, да, если я закрываю, я что-то делаю, я всегда оповещаю, я всегда говорю, что вот я вот так поступила, вот, то есть я информирую, но велика вероятность, что YouTube иногда делает такие, какие-то непонятные проверки, все, прощаюсь с вами, напоминаю, что в разделе сообщества есть анонс на близконсультации, ссылка на сообщество, если вы не знаете, как перейти, есть под этим роликом в описании, а я с вами прощаюсь, до следующей недели, всем вам прекрасных выходных, наполняйтесь, любите, берегите себя, заботьтесь о себе, всех вас обнимаю, пока-пока. пока-пока.